всем привет ребят вы находитесь на канале риттер play меня зовут александр по-прежнему и мы продолжаем проходить назад в будущее игрушку от telltales остановились мы на эпизоде 3 и давайте посмотрим что будет дальше м приятного просмотра гражданин браун эпизод 3 ослабьтесь у нас все под контролем первый гражданин браун это вот то что он стоил в прошлом эпизоде связался правильно это этой женщиной чересчур правильный такой мир в результате возник дак не беспокойтесь у нас все под контролем выберитесь из машины гражданин браун ладно я понимаю что это док но что черт возьми здесь происходит не волнуйтесь и я в полном порядке меня спас рекламный щит а в наушниках не слышно слышишь и какого черта эй вы не могли бы дженнифер заклинила вот же идиотская конструкция а поговорить наверно с ней помоги мне мартин это ты а это что делориан да нет почти ты разве не помнишь делориан ну теперь то я уж точно запомню он застрял в этом дурацком рекламном щите какая тебе разница просто помоги мне ладно и кем тебя теперь считать люком или бо это не смешно дженнифер господи какое сегодня число что об этом я у тебя должна спросить похоже ты ударился головой просто скажи какое сегодня число дженнифер 15 а год 1986 а господи господи этого не может быть дженнифер ты выглядишь так странно так положено одеваться всем нонконформистом я нет имел ввиду чему ты клонишь я другая одежда другая что с нас нет нас я больше не собираюсь с тобой спорить мы уже спорили об этом раньше полагаю ты меня переспорила что это на тебя надета джен ты выглядишь как будто меня все достало а ты наблюдательный я собирался сказать панк а таких как ты никто терпеть не может лопух что ты сделала со своими волосами варда к стайл что я всегда пользуюсь этой краской для волос ладно мне нужно выбраться из машины отличная идея что ты там делаешь вряд ли ты оценишь но я вношу свой посильный вклад в развитие искусства в хилл вэлли и вообще как подобрать правильное название для этого трюка с рекламным щитом и где ты вообще достал делориан ты его угнал все довольно запутано не сомневаюсь ты не поможешь мне слезть почему бы тебя просто не спрыгать свернуть себе шею и чё и а веревки у тебя нет не у меня есть только этот ржавый баллонный ключ которая нашла на земле баллонный ключ я думаю сгодится кидай сюда отвали мартин это моя вещь что-то мне за нее дашь полку дай мне пожалуйста баллонный ключ баллонный ключ это железную фигню которую ты держишь конечно как только ты мне предложишь что-нибудь стоящее дженнифер пожалуйста это не игрушки эта штука для колес тебе действительно нужна да сейчас да тогда предложи за нее что-нибудь стоящее ладно дай мне подумать не перенапряги мозги дурачок что у меня есть пляжку наверно тебе дать но дженнифер это все что у меня есть там что-нибудь осталось давай сюда фу воняет подмышками и самогоном ирвинг малыш танан гангстер где-то и откопал это длинная история может просто отдашь мне клёчь лови спасибо так отлично что дальше опс о извините ваше дурачество мой долг перед обществом выполнен удачи с автомобилем можешь завещать его большому брату но не жди что твоя попытка привлечь внимание как-то повлияет на наши отношения и что не меняет послушай дженнифер мне кажется нам нужно кое о чем поговорить кстати не подбросишь до города конечно мартин залезай дженнифер подавляю рассказала тебе все кончено макфлай я не собираюсь встречаться с таким лопухом моя девушка считает меня лопухом господи неужели могло быть еще хуже а а а а да мне бы сейчас очень пригодилась твоя помощь не беспокойтесь у нас все под контролем у нас все под контролем приберитесь если а она 15 мая восемьдесят шестого дата вроде бы правильная но все это не к добру 12 вольт стоп это же аккумулятор наверное его установили в 2015 вместе с реактором заряды еще полно а на колесу подцепить наверно тебе пока что я не вижу к чему можно присоединить батарея мне ничего не разглядеть пока колесо прикреплено к машине а у тебя ключ что остался так хорошо это может пригодиться а теперь думай марти дум так посмотрим красный на плюс черный на минус а у в а улетела ну док давай посмотрим какую кошмарную альтернативную реальность я угодил на этот раз Ладно, Марти, тут нечего бояться Это всего лишь альтернативный Хиллвелли, превративший мою девушку в уличную хулиганку Это не означает, что по нему разъезжают постапокалиптические банды байкеров, возглавляемые клонами Бифа Дыши глубже и не забывай, нужно найти Дока Ты сможешь встать что-то Община Хиллвелли Внимание, граждане! Пожалуйста, сообщите все, что вам известно о столкновении запрещенного спортивного автомобиля с информационным щитом у южных ворот Мирот дисциплины Чисто С добрым утром, гражданин И вас, добрым утром, гражданин Что здесь происходит? Да Черт, мой Хиллвелли никогда не выглядел так здорово Смотрите, куда идете, гражданин Извини Мистер Паркер? Для тебя офицер Паркер, Мартин Что это на тебя надето? Это, эм... Сегодня четверг Да В четверг положено носить рубашку Пола Ты не соблюдаешь форму одежды Нарушение указа 9-е-е-е-е А где твой идентификационный номер? Это нарушение указа ВБ-714 Чего ты добиваешься, гражданин? Рубашка Пола? Ты с луны свалился, гражданин? Подними-ка руки, ноги на ширине плеч Эй, что вы делаете? Тихо, не шевелись Ничего Что на тебя сегодня нашло, Макфлай? Где я могу найти гражданина Брауна? Вы не подскажете, где я могу найти дока, гражданина Брауна? Ты же вроде прилежный студент Как думаешь, где он должен находиться в это время? На работе Правильно, в кабинете, в здании суда Тяжелый случай Эй, почему вы меня обыскивали? Думаете, я ношу с собой оружие? Оружие, запрещенные предметы Запрещенные предметы? Сам знаешь Спиртное, сигареты, жвачки, собаки, ораги Жвачка запрещена? Как будто ты этого не знаешь, Макфлай Незнание городского указа 2-ЛМ не освобождает от ответа Вы не видели, Дженнифер? Тебе-то какое дело? По-моему, она порвала с тобой Да, вот об этом я и хочу с ней поговорить Попробуй найти ее сам Обычно я ее вижу только, когда она нахватает штрафов за свои С каких это пор вы полицейский? Я думал, вы торгуете обувью Ты что, накурился? Я всегда был полицейским, как и мой отец Класс, я превратил отца моей девушки в полицейскую Скоро я заканчиваю дежурство Ты еще будешь устраивать мне... Нет Что, нет? Нет, сэр Правильно, гражданин Следуйте новой Хилл Вэйли, найдите док Подождите, гражданин Собрались что-то выбросить? Убедитесь в том, что выбран правильный контейнер Хилл Вэйли гордится развитой системой переработки отходов А вы собираетесь выкинуть алюминиевую банку? Значит, вам нужен голубой контейнер Или это зеленое, прозрачное, а может быть янтарное стекло? Между ними есть разница Помните, что для облегчения контроля за отходами В каждую перерабатываемую упаковку встроен микрочип Я, конечно, за переработку отходов, но это уже... Причесочная? Ах, любят парикмахерским придумывать всякие названия Как и кафешкам Министерство туризма Не знаю, кому захочется провести здесь свой отпуск Администрация Хилл Вэйли, чем я могу помочь, гражданин? Мне нужно встретиться с доком, эээ, с гражданином Брауном Вам назначено? Нет, но... Тогда, боюсь, вам придется подождать своей очереди Гражданин Браун очень занятой человек Где-то я уже слышал этот голос Как это это, значит, че? Биф? Док? Док, подожди! Мне нужно поговорить с... С тобой Внимание, граждане! Напоминаем, что щелкать пальцами в общественных местах запрещено Вы находитесь перед зданием суда Хилл Вэйли Первоначальная постройка была возведена в 1885 году Через 20 лет после того, как Хилл Вэйли вошел в состав штата Калифорния Несмотря на то, что в здании суда размещается администрация города В период восстановления Сан-Франциско после землетрясения 1906 года Оно также использовалось в качестве приюта Большая часть населения Хилл Вэйли Потомки выходцев из Сан-Франциско Переехавших сюда после той ужасной катастрофы В 1976 году по проекту реконструкции центра города здание суда было впервые перестроено Появились два боковых крыла, в которых дополнительно разместились 128 офисов А также новый кабинет мэра Присмотритесь и на новом фасаде, выполненном по последним мировым тенденциям Вы заметите сохранившиеся элементы исторической части здания Ужас какой Отойдите от бака для уничтожения отходов, гражданин Уничтожение? Сюда попадают все предметы, запрещенные в Хилл Вэйли Бак для уничтожения обеспечивает гарантию того, что предметы, представляющие угрозу до общества Никогда и ни в коем виде не попадут обратно в руки граждан Вот значит, где заканчивают свой путь все кр... Если под словом «крутые» ты подразумеваешь «опасные» Внимание, граждане! Пожалуйста... Перевод не идеальный Что, нет? Нет Так, у меня есть дневник Это... Карл Саган сбежал Тут же у нас... Падение уровня преступности Хилл Вэйли Тюремная камера были переданы под общежитие Этот гражданин Браун в машине, почему с ним Бифу? У вас есть вопросы и у кого-то есть ответы Возможно, Биф может рассказать больше о гражданине Брауне Может быть, они друзья Поговорите с Бифом, у него может быть какая-то важная информация Изначально часовая башня была возведена в 1885 году А часы запущены в 8 утра 5 сентября того же года 12 ноября 1955 года в часовую башню ударила молния И повредила часовой механизм, восстановить который так и не удалось В ходе реконструкции 1976 года неработающие часы были демонтированы И в окне кабинета мэра были установлены новые часы, современные Взгляните вверх Возможно, вам удастся различить за стеклом силуэт Это первый гражданин Браун размышляет о том, как сделать ваше будущее еще более при... Внимание, граждане! К нам поступили многочисленные просьбы расширить весной... Ну что, пойдемте Биф поискать? ...городской столовой Супница И теперь мы рады сообщить, что в меню появились сосиски и свечи Ой, ошибся номер В чем дело, гражданин? А, у вас? Развлекаешь А? Кто это сказал? Попытка причинить ущерб городской достопримечательности, указ C64 Я не пытался ничего причинять Получите штрафную квитанцию Эммет Ледро Браун Эммет Ледро Браун вырос в семье, посвятившей себя служению закону Он не понимал своего предназначения до тех пор, пока в одиночку не обезвредил опасного преступника Ирвинга Малыша Таннена и его банду торговцев спиртным После того героического события, в честь которого и была воздвигнута грандиозная статуя перед зданием суда Гражданин Браун посвятил свою жизнь гражданской и социальной инженерии Превратив Хилл Велли в прототип города будущего На, капец, ладно, надо у тебя узнать что-то Программа Гражданин Плюс какая-то Гражданин Плюс Внимание, грам... Биф? Эй, ты же младшенький Джорджи и Лоррейн, Мартин, верно? Ты что, меня не знаешь? Только понаслышке Звание лучший кадет Брауна три месяца к ряду Впечатляет? Тебя интересует программа Гражданин Плюс? Послушай, Биф, я видел, как ты выходил из машины В ней сидел Дог Браун Дог? Наверное, это его новый псевдоним Да, это был Гражданин Браун Великий человек А как тебе удалось с ним встретиться? Создаётся впечатление, что он очень занят Ты правильно понял, Мартин Гражданин Браун очень занятой человек Но, к счастью... К несчастью, я особый случай Видишь ли, Мартин, в прошлом я был настоящей паршивой овцой Настоящим придурком Я не понимаю, почему ты особый случай Что тебе сказать, Мартин? Я постоянно влипал в неприятности У меня была целая куча проблем С выпивкой, гулянками, женщинами И даже с моими собаками Целая куча, ясно? Да, а какое это имеет отношение к гражданину Брауну? После всех этих неприятностей Меня отвели к гражданину Брауну И поставили ультиматум Или тюрьма, или программа Гражданин Плюс Что это такое, Гражданин Плюс? Это программа перевоспитания, разработанная гражданином Брауном А я первый гражданин Плюс в Хилл Велли Или Плюсов... Плюса... Итак, плохие поступки, которые ты совершал Чёрт, Мартин, мне так неприятно копаться в прошлом Но так и быть, если это поможет тебе решиться на участие в программе Почему из-за собак у тебя были неприятности? Ты же не устраивался? Нет, ничего такого Просто у меня было много собак Что в этом плохого? Да нет, просто они не давали соседям спать по ночам Лаяли на пожилых людей и охотились на белок в парке По правде говоря, и мне стыдно в этом признаваться Но это из-за меня в Хилл Велли совсем запретили держать собак Пока что незаметно, что тебе стыда Нет, мне очень, очень стыдно Что за неприятности у тебя были с женщинами? Это были проститутки? Нет, нет, ничего такого Просто я не всегда был сдержанным в своих чувствах Что? Публичное проявление чувств, Мартин Сам знаешь, поцелуи, объятия и всё такое Это запрещено? О, да Ах, ну ладно Давай сменим тему Спасибо Я не люблю говорить о своём ужасном прошлом Как ты думаешь, я смогу увидеть гражданина Брауна, если я начну безобразничать как ты? Думаю, да Но зачем тебе так себя видеть? Неплохая одёжка Ты что, проиграл в споре? На что ты намекаешь? Я ношу то же, что и все остальные Сегодня же четверг, день рубашек пола А ты мой друг Это я уже слышал Ничего, у тебя ещё всё впереди Пятница, день гавайских рубашек Замечательно Значит, ты больше не нарушаешь правила? Я не могу Программа Гражданин Плюс делает нарушение правил физически невозможным Как это? Мне становится плохо, если я собираю что-нибудь наружу Программа перевоспитания всё ещё работает? Я не могу и не хочу нарушать правила То есть, теперь ты и пива не хочешь? Я скучаю по пиву Ой, с другой стороны, фу Ты же был настоящим задирой Это всё в прошлом Значит, ты даже защитить себя не сможешь? Если честно, я вообще-то не знаю Слабак О, ты значит решил это проверить? Не мучай меня О, так на ней можно поиздеваться теперь К этому можно привыкнуть Пожалуйста, Мартин Не зли меня Ладно, Биф На этот раз я тебя прощаю Расскажи подробнее о программе Гражданин Плюс Мне просто не терпится тебе о ней рассказать А я упоминал, что ты получишь отличные электронные часы, если за... Ты сказал, тебе выдали какие-то часы? О, отличная вещица! Смотри, какой классный дисплей А ещё в них куча специальных режимов Я, правда, ещё не научился время выставлять Но не сомневаюсь, у такого смышлёного парнишки, как ты, с этим трудностей не возник... Что нужно сделать, чтобы стать Гражданином Плюс? Во-первых, нужно написать заявление А затем пройти полное медицинское обследование и заполнить кучу анкет Уже сейчас обдаёт скукотищи А потом тебе назначат встречу с Гражданином Брауном Примерно через два года У него нет времени, он руководит Хилл Вэлли Он делает исключение в своём расписании только в тех случаях, если какой-то чудила постоянно получает взыскание К счастью, такое случается очень редко Это программа добровольная? Пробная версия, да, но впоследствии она станет обязательной для каждого Обязательной? Вы что, чокнуты? Нет, раньше я был психом, а теперь благодаря программе Гражданин Плюс я стал самым благовоспитанным парнем в Хилл Вэлли Хватит разговоров о программе Гражданин Плюс Хорошо Сейчас хулиганить надо будет Итак, плохие поступки, которые... Чёрт, Мартин решится на участие в программе... Ты, кажется, упомянул спиртное? Пиво, ром, виски, коктейли... Раньше я пил всё подряд Но я ведь не только пил, но ещё и незаконно провозил это в Хилл Вэлли Яблоко от яблони недалеко падает, да? Раньше бы за такие слова я бы тебе по роже врезал Ну, а ты прав, мне кажется, я пошёл по стопам своего отца Значит, в Хилл Вэлли нет выпивки? Нет, конечно, кое-кто иногда пытается пронести в город спиртное, но рано или поздно офицер Паркер и другие полицейские всё равно ловят Значит, в Хилл Вэлли больше не осталось собак? Ага! Гражданка Эдна говорит, что они разносят заразу и воруют обувь У тебя действительно были проблемы с ППЧ? Не то слово! Брауны всегда говорят, чувство, которое пробуждает ответ, не чувство следует держать при себе Или это слова гражданки Эдны? Давай сменим те... Спасибо! Я не... До встречи, Би! Пока, Мартин! Что за тело, Джен? Опять тут всё в одном месте крутится Напоминаем, что максимально допустимая для нас... Посмотрите вокруг, глубоко вдохните Насладитесь прекрасным пейзажем и архитектурой Вы являетесь гражданами самого социально развитого города в мире Хилл Вэлли – это идеальное место для жизни Уделите немного внимания архитектурному ансамблю Здание суда с часовой башней Присмотритесь внимательнее Вы видите силуэт за часами? Это наш обожаемый первый гражданин Браун прилагает все силы Чтобы уже сегодня превратить Хилл Вэлли в город будущего Общегражданский банк Не нравится мне, что здесь так часто пользуются словом гражданин Домикулы Стэмла Что ещё за Домикулы? Э, Браун Индустриис Это селяет наде... Так, стоп, а я не туда побежал Кхм-кхм, надо этот... Гражданский читальный язык Наверное, такой в любом городе найдётся Поднимание, граждане! Гражданин... Домикулы Стэмла Домикулы Стэмла Возможно, Дженнифер мне поможет Нет, так это понятно, я не туда побежал Нас за ней проследуем Эй, ты что, читать не умеешь? А, это ты, Макфлай? Лич? Эй, мне что, нужно было написать объявление на латыни, чтобы ты его понял? Какое объявление? Которое сообщает, что у меня обед Теперь отвали и дай мне вздремнуть Бесплатные соевые сосиски Угощайтесь Похоже, они закончили Так, и чё тут? Она пропустила уча... Наверное, тут Джен прячет свои кра... Заперты Личи Свистуны? Никогда о них не слышал Неудивительно, на твоих любимых джазовых радиостанциях панк-рок почему-то не крутит Джаз? Не могу же я в самом деле быть таким лопухом, пусть даже в альтернативной реальной... Этот хлам выглядит ужасно знакомым Уже как пятьдесят... Они замуровали вход в подпольный бар Это вход в Супницу, лечь там И лучше бы ему выйти самому Я не собираюсь копаться в мусоре без острой необходимости Так, в своем подсказку Скорее, Дженнифер вошла в переулок Может... Вы можете доверять Дженнифер, так ведь? Вам действительно надо поговорить с Дженнифер в переулке И это поможет найти людей, которые вам помогут Дженнифер в переулке за столовой Просто обойдите здание, а ну ладно Дженнифер! Джен! Проблемы? Что за дела, Дженнифер? Ты бросила меня у городских ворот? Да? Правда это было так неприятно? Я жутко испорченная девушка Так что лучше вали отсюда, пока я и тебя не испортлю Послушай, я не в курсе, чем так не угодил тебя в этой... Последнее время, но мне бы хотелось все исправить Знаешь, как я с... Посмотри на меня, Мартин Я похожа на девушку, которая захочет встречаться с президентом отряда юных браунов Я понятия не имею, о чем ты говоришь, но должен признаться, ты мне и такой нравишься Меня сейчас тошнит Ты ведешь себя так, словно между нами ничего не было, но мы же созданы друг для друга Послушай, если я сходила с тобой на пару концертов, то это не означает, что мы превратились в Ромео и Джульетту Ты, конечно, милашка, но твое стремление стать круглым отличником Круглым отличником? Меня привлекают вещи поинтереснее Не говоря уже о парнях Ты встречаешься с кем-то еще? Спорим, я заставлю тебя забыть о нем Прости, Мартин, но ты у меня больше не котируешься Значит, большую часть времени ты занимаешься порчей общественного имущества Не вздумай меня заложить Или вся эта краска сейчас окажется... Нет, нет, ты меня не так поняла Я сам хотел бы нарушить пару-тройку правил Ты? Что ты знаешь об укрывательстве опасных животных? Так ты уже видел моего нового дружка? О, не вешай нос Ты не знаешь, где можно достать запрещенные вещества? По-твоему, я похожа на человека, который хранит запрещенные вещества? Да, в некотором роде А ты похож на человека, который может сдать властям такую, как я Проехали Этот запрет на публичное проявление чувств меня бесит Эй, ты говоришь о моем самом любимом нарушении Да Да Только не с тобой, фу Ну, блин, она так хотелось Хотя она такая страшненькая Давайте протестовать Этот закон запрещающий целоваться в общественных местах Да, как и весь этот город Что ты собрался делать? Протестовать, вот что Давай перейдем к поцелуем в общественном месте Да мы не будем, но скажем что А разве граффити не относится к серьезным нарушениям? Но после того, как два года назад гражданин Браун обработал все стены какой-то тифлоновой полимерной дрянью Граффити отнесли к нарушениям второй категории А это фигня С другой стороны, что-то мне расхотелось говорить про нарушение правил Слабо Дай мне баллончик с краской Нужно срочно кое-что нарисовать Маленькие веселые деревца? Купи себе акварель, а к моей стене не подходи Итак, Дженнифер Ага Что ты обо мне думаешь? Ничего Ну правда, что ты имеешь против меня? Я ведь пользуюсь популярностью Да, очень В определенных кругах В каких? Среди придур... Марти Макфлай придурок? Это невозможно, он не может быть придурком Любой, кто говорит о себе в третьем лице Придурок Мои мама с папой Что с ними? Ты считаешь, они нормальны? По стандартам Хилл Вэлли, да Другими словами, их уже не исправишь Прости, что приходится тебе это говорить Ты видела Бифа Танана? Он стал таким... Спокойным? Да, и это меня пугает Меня тоже Если это от воздействия программы Гражданин Плюс То я лучше останусь Гражданином Минус Что тебе известно о программе Гражданин Плюс? Только то, что говорят по телевизору А также по радио, в газетах И информационных терминалах по всему городу Они хотят, чтобы все записывались И утверждают, что это сделает нас счастливыми И воспитанными Именно поэтому я держусь от них как можно дальше Хилл Вэлли сошел с ума Но я придумал, как все исправить Да, и как? Я собираюсь встретиться с гражданином Брауном И уговорить его Это и есть твой гениальный план? Ты ненормальный Гражданин Браун действительно хороший человек Не сотрясай зря воздух, Мартин Я не куплюсь на эти рассказы о всеобщем счастье Нет, правда Он не мог сам придумать такое дурацкое полицейское государство Если мне удастся с ним поговорить, то все изменится Знаешь, мне тебе почти жаль У тебя сейчас вся краска стечет А чё, я не поговорил, что ли? Неинтересно Я не собираюсь копаться в мусоре без острой необходимости Что-то не договорились, что ли, получается? Ну что опять стрясло? Ты встречаешься с кем? Прости, Мартин, но ты у меня больше не ко... Ты встречаешься с... Прости... Скорая встреча с гражданином Брауном Эй, можно мне пойти с тобой? Ты тоже хочешь встретиться с гражданином Брауном? Да, вдруг он сможет подарить мне сердце, а тебе мозги Мог бы и догадаться У тебя сейчас вся краска стечет Так, и что делать? Просто еще один кирпич в стене Они замуровали Это вход в супницу, лично Так Так Какой тут тупичок Что нам делать такие? Заперто Пачка штрафов Здесь написано мое имя И с этим ничего не под... Дай мне баллончик с краской Нужно срочно кое-что нарисовать Маленькие веселые деревца? Купи себе акварель, а к моей стене не подходи Станай Как-то, видимо, отлечь что-либо вон забрать Или... Что надо сделать-то Вроде обо всем поговорили, а что еще? Да Ты встречаешься с... Прости, Мартин Теблот Тут что-то не знаю Ребят Сколько Mao Она пропустила участка Какой Все Здорово Осторожнее, сынок. Мама? Мартин! О, привет, мам. А ты приехала сюда, чтобы пройтись по магазинам? Магазины. Кто сейчас ходит по магазинам? Нет, просто снова настала моя очередь. Выполнять свой гражданский долг. Я буду весь день полировать статую. О, да. Что это за гольф-мобиль, мама? Мартин, я понимаю, ты очень расстроен тем, что приходится ездить на прошлогодней модели. Но мы пока не можем позволить себе модель 8. А что с моим пикапом? В Хилл-Вэлли ни у кого нет пикапов. Мартин, ты точно хорошо себя чувствуешь? Да, да. Просто в прошлой ночи мне приснился очень запоминающийся сон. Надеюсь, тебе приснился более веселый мир, чем этот. Ты мне не поможешь? Я забыла отдать твоему отцу расписание на последнюю неделю. И теперь мистер Проныра убежден, что я от него что-то скрываю. Расписание? Тебя тоже это раздражает. Но гражданин Браун говорит, жизнь по расписанию, счастливая жизнь. Так что будь добр, завези его к нам. Что-то я с той всем крышу поехал. На самом деле я... Знаю, знаю, мой милый, я тоже тебя люблю. Я бы поцеловала тебя, но ты же знаешь, че... Не забудь заехать за мной вечером. Да, конечно. Внимание, граждане! Пожалуйста... Это все вот это... Эдна сделала. ...запрещенного спортивного автомобиля с информационным щитом у южных ворот. Конечно, это не пикап, но тоже сойдет. Не знаю, Джон, а это разрешено? А что вообще разрешено в Хиллвэп? А что, если нас увидит гражданин Браун? Не волнуйся, нас тут никто не видит. Он шпионит за всеми. Папа? В следующий раз не подкрадывайся так своему отцу, ладно? Доброе утро, миссис Браун. Пожалуйста, обращайтесь ко мне, миссис гражданка Браун. Он включен на запись. Я не собираюсь мешать отцу работать. Он включен на запись. Я не собираюсь мешать. Так. Вот тут. Я слышал, что ты получил еще несколько взысканий, Натан. А три... Точно? Нельзя доверять людям, у которых слишком мало штрафа. Отлично. У нас не было компьютера в другой ре... Ах, нет джойстика. Отстой. Здравствуйте, программки. Леброк 2.0. Анатомические структуры для различных отраслей науки. Скухоте. Да, тут что-то... Игрушек-то, видимо, вообще нету компьютерных. Раньше на дискетах помню. Еще один день в Хилл-Вэлли, самом лучшем городе мира. Эй, что делает здесь моя гитара? Мы с мамой уговорили тебя отдать ее нам, помнишь? Рок-н-ролл не поощряется администрацией Брауна. Ты подаешь плохой пример детям, которые считают тебя образцом усердия и моральной устойчивости. Вдобавок... Ты не очень-то хорошо играешь. Послушай, пап, мне нужна гитара. Назови мне хотя бы одну причину, по которой я должен ее тебе вернуть. Потому что... Генера у моего призывания музыка полезна. Она нужна мне, чтобы в пище. Я могу понравиться одной девушке, если буду играть на гитаре. Одной девушке? Ты же не имеешь в виду Джеррифер. О, Мартин, почему ты зациклился на этой маленькой чертовке? От нее сплошные неприятности. Да, но это мои неприятности. Кроме того, твоя игра на гитаре может только еще больше ее оттолкнуть. Бери, сынок, делай что хочешь. Спасибо, пап. Штраф за что? Плохо начищенные обуви. До свидания. Эм, я видел маму в городе. Она просила передать... Спасибо. Скажи, что здесь происходит? А, все как обычно. Благодаря этим мониторам держу руку на пульсе Хилл Вэлли. Смотрю, не попадется ли что-нибудь интересное. Интересное? Что ты называешь интересным? Что за дурацкий вопрос? Я делаю подборку документальных материалов для рекламных роликов гражданина Браун уже более года. Я знаю, что твоя мать не одобряет мое занятие, но... Постой. Ты видел Ларри? С одиннадцати до двенадцати парикмахерская, с двенадцати до двенадцати двадцати обед в супнице. Суперрейс Паржиш. Что это? Ты в курсе, что у мамы неприятности? Если она снова сорвется, то взыскание может получить вся семья. Вот она, полирует статую в парке. Все точно по расписанию. Ага, значит, все хорошо. Если только... Ты с ней разговаривал? Она была нормальной, трезвой. Ой, папа, я не могу сказать, что мама пья... Чшшш, я до конца не уверен, что твоя мама взялась за старое, но в последнее время она ведет себя очень странно. Такое впечатление, что ей не нравится мой контроль. Только это между нами. Я подозреваю, что она прячет фляжку со спиртным. Вероятно, неподалеку от того места, где работает. Ты не выручишь меня, сынок. Посмотрим, удастся ли тебе узнать правду. Мне она не доверяет, а вот с тобой... Может разговориться. Будешь получать двойной паёк всю неделю, если поможешь мне. Что скажешь? Молодец. Слушай, пап, нам нужно поговорить. Что ты прятал, когда я пришёл? Прятал? Не понимаю, о чём ты говоришь, сын. Послушай, я всё видел. Это видеокассета, да? Ам... Я должен был тебе рассказать. В конце концов, тебе скоро исполнится восемнадцать. Что рассказать? Хилл Уэлли под управлением гражданина Брауна. Далеко не такой спокойный город, каким тебе кажется. Ты шутишь? Я не собираюсь критиковать этого великого человека или его несравненную супругу Эдну. Они приложили столько сил, чтобы внедрить в нашем городе самые передовые технологии социального планирования. Но... Что? Скажу тебе по секрету, не все его поддерживают. Многие граждане, наверное, даже большинство, постоянно ругают администрацию Брауна. Конечно, они не говорят об этом в открытую, но наедине... Ты только послушай. Уверяю тебя, Берт, этот режим чья-то шутка. Слышал бы ты, как потешается над нами. Пью за гражданином Брауна. Пусть в его любимое здание суда ударит молния. Чш, Агнес, какой ужас. Ты идешь на площадь, Лестер? Гражданин Браун собирается выступить. Гражданин Браун может поцеловать мою... Ну, ты меня понял. Кажется, люди не в восторге от того, что Брауна сделали из Хилл Уэлли. Не все. Только процентов пятьдесят. Или шестьдесят. А гражданин Браун об этом знает? Должен. Когда я отправляю копии необработанных записей в городской отдел по связям с общественностью, то всегда получаю сообщение, что гражданин Браун благодарит меня за службу. Но тогда почему он ничего не предпринимает? Почему бы тебе не показать эти записи лично Брауну? О, я в этом не уверен. Ну, то есть, да, возможно, он и оценит то, что я привлек его внимание к этим проблемам, и вознаградит меня за служение обществу. Но я не хочу быть тем гонцом, что принесет плохую. Почему бы тебе не отдать мне эту кассету? Я отнесу ее гражданину Брауну. Спасибо за предложение, сынок, но я не хочу тебя в это впутывать. Гражданину Брауну не понравится то, что он там увидит, и мне не хочется, чтобы ты испытывал на себе его гнев. Не говоря уже о том, как отреагируют все эти люди, когда узнают, что я следил за ними. Нет, я не собираюсь расставаться с этой кассетой. Это насчет мамы. Как она до этого докатилась? У нас совсем много. Ну, тут очень много делогов. Ты прав, это загадка. Потому что мы оба знаем, что Хилл-Вэлли – идеальный город. Но по неизвестной мне причине, чем активнее я стремлюсь заставить ее придерживаться правил, тем больше она делает ошибки. Тебе не кажется, что мама не была бы такой напряженной, если бы ты немного ослабил контроль? Замечательное предложение! Во что превратится Хилл-Вэлли, если над всеми жителями ослабить контроль? Тогда бы каждый придерживался своих собственных взглядов, и неизвестно к чему бы это могло привести. Она собирается записаться на программу Гражданин Плюс. Неужели? Ты ведь не позволишь ей этого сделать, да? Ну, я слышал, что это довольно радикальная процедура, полностью изменяющая личность пациента. С другой стороны, если ее рекомендует Гражданин Браун, то, наверное, это хорошая вещь. Ты что-то хотел? Итак, о тебе и о твоей говорили. Похоже, что ты стал просто фанатом шпионажа. Это не шпионаж, сынок, это киноправда. Сюжеты из повседневной жизни обитателей Хилл-Вэлли будут отредактированы и использованы в документальных и рекламных фильмах, которые познакомят с нашим образом жизни весь остальной мир. Да, ты можешь сказать, что я перегибаю палку. Но этим я зарабатываю на еду и могу бесплатно пользоваться оборудованием. Ты же должен быть... Я хотел сказать, почему бы тебе не попробовать начать писать? Например, научно-фантастический роман. Научная фантастика. Я действительно увлекался ею когда-то, но потом гражданин Браун ее запретил. Научная фантастика запрещена? Научная фантастика способствует развитию навязчивых идей, связанных со всем странным и необъяснимым, и поощряет мысли о существовании лучшего общественного уклада, чем Хилл-Вэлли, что является полной ерундой. Ладно. Да. О том, кого мы оба знаем. Да. Ты давно видел Бифа? Еще до того, как он отправился в центр перевоспитания. Он уже вернулся к нормальной жизни? Смотря что ты понимаешь под словом «жизнь», он очень сильно отличается от того Бифа, которого я помню. Счастливчик. Разве справедливо, что главный нарушитель правил Хилл-Вэлли первым воспользуется привилегиями новой программы «Гражданин Плюс»? Но я понимаю, что не надо завидовать. Ты хоть раз встречался с гражданином Брауном? Я присутствовал на всех публичных выступлениях. Я имею в виду с глазу на глаз. О, нет, он никогда не обращал внимания на простых жителей сектора Элл вроде меня. Но я мечтаю, что однажды он отметит мое служение обществу и, может быть, разрешит пожать ему руку. Что ты скажешь об Эдне? Миссис гражданка Браун? О, она прекрасная женщина. Люди считают ее милой и скромной старушкой. Эдну? Мы точно говорим об одной и той? Но на самом деле она принимает не меньшее участие в управлении. Дэвид и Линда? У тебя есть новости? Нет, я думал, может, у тебя есть. От них уже давно не отвезти. Насколько мне известно, он все еще работает в газете в большом городе, а она в женском пансионате. Я не могу понять, почему они решили уехать из Хилл-Вэлли. Ну, это нетрудно догадаться. Дивный новый мир, блин. В Хилл-Вэлли столько правил. Да, но это для нашего же блага. Поцелуи в общественных местах запрещены, да? Да, старый добрый закон о ППЧ. И он предусматривает очень высокие штрафы. Но знаешь, люди все равно нарушают этот закон с удивительной регулярностью. Я даже могу показать тебе соответствующее видео. А как именно один человек может уговорить другого нарушать? Знаешь, пожалуй, мне не стоит показывать тебе эти записи. Поцелуи в общественных местах запрещены, да? Да, старый добрый закон. Все равно нарушают видео. Знаешь, пожалуй... Если меня поймают с запрещенным предметом, у меня будут неприятности? Обязательно. Тебе выпишут штраф в размере до тысячи пунктов, в зависимости от предмета. Но я уверен, что тебя не поймают. Скорее, я должен переживать за твою маму. У тебя когда-нибудь было опасное животное? Ха-ха! Я не мог бы его завести при всем желании. Они все запрещены. Но вчера я заметил кое-что очень интересное на одном из своих мониторов. А где же это было? А вот! Тебе это не напоминает бродячую собаку? Что бы это ни было, животный патрулядный быстро с ним разберет. У тебя когда-нибудь было... Ха! Так. Все тут, обо всем поговорили. Ты что-то хотел? Что с нашим домом, Пава? Даже не знаю, как тебе об этом сказать, сынок. Но когда ты уехал на математическую олимпиаду, наш дом был опечатан за нарушение указа ЦЗ-36. Что? Мне так стыдно. И мама страшно расстроена. Она постоянно поддерживает чистоту в доме, но за этими пылинками так трудно уследить. Подожди, мы не можем войти в дом из-за каких-то пылинок? Да, до тех пор, пока не пришлют бригаду уборщик. Это же идиотизм. Слава богу, что мне разрешили перенести офис в гараж. Обо мне. Я слушаю. Знаешь, из того, что я слышал, у меня сложилось впечатление, что жители этого города считают Марти Макфлай... Кем? Лопухом. Они так говорят? Именно так и говорят. Только потому, что мальчик прилежно учится, получает одни пятерки, соблюдает правила, не ходит на вечеринки и не пьет, не гуляет, допоздна и, возможно, немного социально пассивен, помешан на личной гигиене и предпочитает... Хватит. Я ничего больше не хочу слышать. Я горжусь тобой, сынок. Я пытаюсь понять, почему Дженнифер бросила меня в этой... вре... в прошлом. Ты все еще думаешь об этой девушке? Забудь о ней. От нее одни неприятности. Я неоднократно видел на своих мониторах, как она совершала поступки, несовместимые с правилами Хиллова. Я не хочу об этом знать. Целовалась с парнями. Сидела с парнями в машине. Я молчу об этом ради ее отца. Но поверь мне, вам лучше расстаться навсегда. А скажи, где, по твоему мнению, я должен быть, ну, скажем, прямо сейчас? Я думал, что до завтра ты останешься на озере, чтобы участвовать в математической олимпиаде, поэтому, надо полагать, сейчас ты абсолютно свободна. Ладно, сменим тему. Да. Ну и когда же будет решен вопрос с пылинками, и я смогу забрать свои вещи? Вообще-то уборщики обещали приехать сегодня вечером, но у них очень много работы, и вряд ли они появятся раньше завтрашнего. Завтрашнего? А где я буду спать? Я обо всем позаботился, сынок. Мы поставим палатку во дворе, как во времена, когда ты был маленьким. Да. Эта реальность просто какой-то кошмар. Как именно работает эта установка? Я рад, что тебя это заинтересовало. Каждый из этих мониторов подключен к многочисленным камерам, которые я планомерно разместил по всему городу, естественно, с разрешения властей. Я могу переключаться между камерами с помощью этих кнопок. К каждому монитору подключен магнитофон. Все записывается. Так что если попадется что-нибудь интересное, я могу сохранить это на кассете. Ладно, не буду мешать тебе шпионить. Контролировать, сынок, контролировать. Не буду тебе мешать. Правильно. Я слышал, что ты получил еще несколько взысканий, Натан. А ты... Точно! Нельзя доверять людям, у которых слишком мало штрафов. Нарушайте правила. Можете начать с поисков... Че там с поисков тайника Лорейн? Или... Эффективно против мотыльков, комаров и танунов. Еще один день в хил... Внимание, гражданин! В этом помещении было зафиксировано нарушение городского указа ЦЗ-36, в связи с чем дом был опечатан до принятия профилактических мер. Пожалуйста, отойдите от здания. Всего хорошего! Какого черта? Не заходи дальше, сынок! Возможно, Лорейн прячет что-то. Она может раскрыть это, если ей позволить уединиться. Жорж следит за Лорейн с помощью камеры около статуи. Хорошо бы добраться до камеры, чтобы ее заблокировать. Можете достать до некоторых частей статуи, вращая ее. Пока не закройте камеру. Так. Хочешь, поехали обратно, я так понимаю? Так, что за хрень? В чем дело, гражданин? Так, мне, пожалуйста, двойной гамбургер с салатом, картошку и диет. Перестаньте! Экстренный вызов не просто так называется экстренным. Вы нарушили указ СЦР-300. Возьмите штрафную квитанцию. Лучше не буду его раздражать. Так, значит, закрыть камеру, получается. Оставьте статую в покое. Хорошо. Мама, ты что, снова пьешь? Не глупи, дорогой. Ты же знаешь, что спиртное запрещено. Да, мам, папа только что сказал. Твой отец. Ну почему я нигде не могу укрыться от его любопытных глаз? Он постоянно шпионит и подглядывает. А ты займись своим делом, Джордж. Лоррейн, это для твоего же блага. Я же знаю, что ты от меня что-то скрыл. Это мое дело. Папа, мама, прекратите вы оба. А теперь послушай меня, юноша. Это взрослые проблемы, касающиеся только меня и твои... Я знаю, пап, но твой подход не работает. Почему бы тебе не дать ей... Эй, где она? Мама? Ага, я так и знал. Что у тебя в руке? Ром? Джин? Коктейль? К твоему сведению, это чистящее средство. Как будто ты не знаешь, что я здесь работаю. Лоррейн? Нет. Лоррейн, я всего лишь пытаюсь за тобой присматривать. Ты же знаешь, какие у нас могут быть неприятности, если ты снова начнешь... Джордж, я бы не была такой взвинченной, если бы ты не подавлял меня все время. Это было признание? Признание того, как ты меня достал. Так я вот вращаю камеру и... ...что щелкать пальцами в общественных местах запрещено. Установлено в честь событий, произошедших 25 августа 1931 года от Рождества Христова. В тот день, в результате героических усилий нашего обожаемого первого гражданина Эммета Леттерпа Брауна, с помощью его экспериментального реактивного автомобиля был обезврежен и отправлен за решетку глава преступного синдиката Ир... Наверное, это Эднон... Наверное... Вот я поворачиваю, чтобы закрыть, а этот... Мама? А как твои дела, мам? А что мои дела? Почему ты здесь полируешь статую? По расписанию в этом месяце я должна была чистить часы, но мать Ниддлза отравилась несвежим тофу, и в результате в расписании жителей сектора Эл были внесены изменения. И вот я здесь. Эмм... Лучше бы я чистила эти часы. Наверху так красиво, и там, по крайней мере, нет этих камер. Камеры? Помаши большому брату. Или большому мужу, в моем случае. Я видел, как ты обсуждала с Бифом программу Гражданин Плюс. Биф сказал, что из меня получится идеальный кандидат. Я знаю Бифа. Если программа Гражданин Плюс именно это делает с людьми, то она тебе точно не подойдет. Но Биф изменился. Посмотри на него. Он выглядит таким счастливым и умиротворенным. Я бы все отдала. Он превратился в овощ, мама. Твой отец постоянно говорит, что я недостаточно предана делу нашего великого гражданина Брауна. Возможно, для меня наступило время перевернуть страницу и просто плыть по течению. Хорошо, только, пожалуйста, не спеши. Я не хочу, чтобы ты поступала прометчиво. Ладно. Хорошо, дорогой. Мам, послушай. Я на твоей стороне. Если у тебя неприятности, я хотел бы помочь. Но ты сама должна сделать выбор. О, вы только посмотрите, какой милый мальчик. Я так рада, что ты пошел в меня, а не в своего отца. Что, Лоррейн, что? Я больше не могу так жить. Папа, ты только мешаешь. О, я не согласен, Мартин. Мне очень важно подловить ее и записать все на пленку. Тогда я смогу предъявить ей записи, доказать, что у нее проблемы. Это возмутительно, пап. Ты ведешь себя так, как будто это какая-то оперативная работа. Эй, где она? Мама? Ага, я так и знал. Эй! Прости, Лоррейн, но в последнее время ты ведешь себя очень скрытно. Скрытно? Может быть, потому что я не хочу, чтобы за мной все время шпионили. Не все время, Лоррейн. Ты же знаешь, что я делаю это периодично. Внимание, граждане! Что случилось? Что это загораживает мне обзор? Да. Эй, ты куда убежал-то? Маман, ты... А, вот ты где. Мам, теперь, когда отец нас не видит... О, Мартин! Это была фляжка, мама? Фляжка? Не говори глупости. Я... я... Послушай, мам, все в порядке. Не волнуйся. О, твой отец прав. Я опустилась. Но мне было так плохо, когда уехали твои брат и сестра. А твой отец свихнулся на почве этих мониторов. Давай я позабочусь о фляжке. Отцу не обязательно знать об этом. Спасибо, дорогой. Я не переживу, если твой отец об этом узнает. Внимание, граждане! Напоминаем, что максимально допустимая длина... Это реальность, полный отстой. Мама с папой ссорятся, мама пьет. Кажется, наши с доком попытки все исправить потерпели неудача. Пора привлечь к себе внимание. Так, что теперь делаем? Отлично, вы достали выбивку. Теперь нужно, чтобы вас поймали. И то не собираются на вас доносить, но есть один человек, который ищет любую зацепку, чтобы схватить вас. У вас есть контрабанда. Офицер Паркер легко найдет ее при обыске. Поговорите с ним. Ладно, пошли к этому, дяденьки. Поднимите руки, гражданин. Не двигаться. Была не была. Лучше бы там оказался яблочный сок. Почему бы вам не открыть ее и не попробовать? Не умничай здесь. Я знал, что ты доиграешься, Макфлай. Офицер Паркер, что здесь происходит? Гражданин Макфлай, мэм. Задержан за хранение запрещенного предмета. Указ 181-Б. Фу. Так, молодой человек, где вы взяли это спиртное? Нигде. Он надо мной издевается? Да, он и со мной себя так же вел. Давайте пропустим норовоучение и покончим с этим. Ах! Офицер, выпишите ему штраф. Что касается спиртного, выбросьте его в бак для уничтожения отходов. С удовольствием, мэм. Иди, будь поймальчиком. Или скоро пристанешь перед гражданином Брауном. Внимание, граждане. К нам поступили многочисленные просьбы расширить весной ассортимент. Так, попробуйте познакомиться с бродячим псом. А где его можно найти, бродячего пса? Если вы ищете последнюю собаку в Хиллвэлле, вам нужно что-то... Может, вымодите ее из укрытия. В городе всего одно место, где торгуют едой. Поговорите с продавцом и выясните, сможет ли он получить бесплатный образец чего-нибудь вкусного. Хотя бы для собаки. А, ну вот сосиски... Сосиски дот этот же раздает. Может, даст сейчас? Сосиски из печени, гороха и соевого сыра. Вкусная пища для всей семьи. Так, стоп, не туда. О, нифига. Добро пожаловать в супницу, где суп всего лишь... А, это ты. Надеюсь, у тебя что-то важное, Макфлай. Лич? Это была Дженнифер? Значит так. А, это не твое дело. И Б, раз она больше не твоя девушка, то да, это она. Так, теперь эта реальность меня действительно бесит. Ты Дженнифер? Серьезно? О, бедный маленький ботаник ревнует. Ну да, а также испытывает отвращение. Наверное, это из-за супа. Ты что, простыл? Это аллергия. Готов поклясться, что где-то неподалеку прячется собака. Собака? Ага. Глупая псина пытается стащить бесплатный образ... Где бесплатные образцы? Вот. Я держу их под прилавком. О, боже. Если тебя вырвут, будешь убирать сам за собой, слаба. Я не могу это доесть. Это не моя проблема. Это что такое? Сосиски из печени с горохом и соевым сыром. Фу. Я тоже от них не в восторге, мистер Дегу. А почему бесплатные пробники находят... Я не могу оставить их снаружи, чувак. По городу бегает собака, ворует образцы и постоянно опрокидывает тарелку на землю. Собака? Постой. Надеюсь, эти пробники не из мусорки сюда пожаловали. Господи, Мэтфлай, расслабься. Они свежие. В основном. Тебе лучше относиться к Джен с уважением, Лич. Послушай, я отношусь к Дженниферу с огромным уважением. Я уважаю ее глаза, бедра и то, как она покачивает ими, когда... Эй! И этот придурок позволил ей уйти. Вот этого неудачника я совсем не уважаю. Ты уверен, что по городу разгуливает собака? Послушай, умник. У меня аллергия только на две вещи. Собак и диско. Лично я не слышу тут чики-бау-ау. А ты? Нет. Значит, это собака. Что сегодня в меню? Суп. Суп и все? И не только. И что у тебя за суп? Эм... Тос... Тосканский овощной суп? Да, это он. Некоторые вещи никогда не меня... Что подразумевается, по словами, и не только? У нас есть просто хлеб. Его делают из твердого пшеничного протеина. Тьфу, нет, спасибо. Что еще попадает в категорию и не только? Еще есть хумбургер. Готовится из прессованного, обжаренного хумуса. А настоящее мясо у вас бывает? В каком смысле настоящее? Я уже боюсь спрашивать. Есть у вас другая еда, кроме супа? Что-нибудь съедобное? Ну, у нас есть эти сосиски из печени с горохом и соевым сыром. Это новое блюдо, поэтому мы угощаем им бесплатно. Короче, попробую? Пока. Увидимся. Внимание, граждане! Гражданин Браун просит вас... Даже в чокнутом Хиллвелле не должно так пахнуть. Так. Сиски мы достали. Отлично. Плюс может быть где угодно, возможно, у него хороший нюх. Но как же он может быть очень пугливым? Зачем вам бесплатные образцы? Это же приманка. Отойдите от образцов, если поблизости есть собака. Вы ее... Так, ладно, отойдем. А... Что в маске? Коронавирус. Вонючий! Эхи! Это... Держи его, бахла! Эхи! Так, надо стащить баллончик-то. Он прячется где-то здесь. Ты там, Энни? Или как тут тебя зовут? Я его не вижу. Да, он еще и убежал. Вам никогда не угадать, где прячется пес, он слишком умен. Если бы пес оставлял следы, вам бы не пришлось гадать делу. Хорочно окрашено. Попробуйте нанести спрей-краску Дженнифер на дверную доску, через которую пробегает пес. А, отлично. Отдельная подсказка. Синий будет смотреться лучше. Так, теперь надо его опять сюда заманить, получается. Не, так а че он забежал же? Тут надо что использовать вот эту, что ли? Порядочность не позволяет мне это здесь оставить. С этим опять поговорить. Знаешь, Макфлай, ты надоедлив как клещ. Где бесплатный? Вот. Пока. Увидимся. Так, сейчас отходим. Этот выходит, да? И мы сейчас тихонечко его находим. Вот, теперь мы в деле. Вот я тебя и перехитрил, да? А, перестань, Энни. Так, блин, Нитон нажал. На, тебе эту отдать, наверное. Послушай, Энни, я тебе кое-что принес. Молодец, мальчик. А теперь успокойся. Видишь, не такой уж я и плохой, правда? Кажется, у меня получилось. Если бы все было так просто. Что там такое? Собака! Эйнштейн, стой! Нет! Бешеная собака, на помощь! Назад! Лежать! Сидеть! Умри! Офицер Паркер, немедленно усмирите эту тварь! Эйнштейн, сидеть! Эйнштейн? Если он меня укусит, у вас будет куча неприятностей, гражданин. Подождите, я знаю эту тварь! Офицер Паркер, эта собака постоянно убегает из клетки. Мне казалось, на ней был намордник. Я снял намордник. Что ты сделал? Да, теперь это моя собака. Гражданин, вы нарушили указ 357-К. Паркер, немедленно оштрафуйте этого хулигана. А я доведу это животное в клетку. Да, мам. Мерзкие, грязные животные. Не волнуйся, Эйнштейн. Когда я с этим разберусь, ты снова сможешь умчаться с домом. Не нарывайся на неприятности, если не хочешь познакомиться с гражданином Брауном. Так, теперь надо Дженнифер засосаться. Вы не можете просто спеть Дженнифер Сиренаду. У нее есть парень, играющий на гитаре. Дженнифер должна увидеть, что вы лучше, чем Лич. Продолжайте задирать ее, и она устроит вам испытание. Дженнифер – это девушка, на которую вы хотите произвести впечатление. Скажите ей, что она вызвала своего парня на бой. Короче, идем для этой девчонки. Это Йеннифер. Это имя Дженнифер вообще популярно в последнее время. Йеннифер, Дженнифер. Здравствуйте. К нам выступили многочин... Да. Ты Лич, Дженнифер? Эй, не наезжай на Лича. Он умеет не только суп разливать. И что же еще? Например, он круче всех играет на гитаре. Значит, ты нашла себе нового гитариста. Что тут скажешь? Меня привлекают зажигательные мелодии. Да, я помню. Ладно тебе, Дженнифер. Я же лучший гитарист в городе. Я говорю об электрогитаре Мартин. Соло на балалайке не прокатит. Я могу переиграть твоего дружка-неудачника в любое время. Ты так жаждешь сделать первый шаг к цели? Ты сказала, первый или четвертый? Я бы сказала, второй с половиной. Но сначала тебе придется доказать, что ты играешь лучше, чем Лич. Готов к поединку? Всегда готов. У тебя есть гитара? Я без нее из дома не выхожу. Подожди. Тебя я рад видеть в любое время. Подожди, у нас гости. Макфлай? А этот слабак что здесь делает? Он сказал, что сможет обыграть тебя. Я ответила, что в Хилл-Вэлле никого нет круче тебя. Рок-дуэль? Не бей его слишком сильно. Просто припадай урок. Рок-дуэль-Вэлле никого нету. Рок-дуэль-Вэлле никого нету. Это я не совсем понимаю, что тут именно надо сделать. Ну а то он уронил то, что надо. А что за взмах? Мах, наверное Так, в общем, надо подняться И чтобы вот он как-то спрыгнул на усилитель, что ли, наверное Ты перерезал мой шнур, скотина Его давно надо было перерезать, Макфлай Победитель и бессменный чемпион Хилл Велли Получай свой приз, чемпион Ну, пора и за работу До встречи, неудачник Не могу поверить, что это сойдет ему с рук Он наружил правила В рок-н-ролле нет правил, Мартин Вот почему такие, как ты, не должны участвовать в поединках Так, лич играет грязно Может даже слишком грязно Для него самовое, осторожнее Он жульничает Возможно, он будет не так хорош, если перевернет свой усилитель Так я аж это сделал вроде так Если вы заставите лича перевернуть его усилитель То также сможете заставить его забраться на неустойчивую платформу А, ну я в принципе почти все правильно сделал Это вход в суп Так, ну попробуем еще раз теперь Так, пожег ножницы, наверное Я сейчас что-то походу сам поднимусь не туда, куда надо А, вот Пожег А, все, готово Мартин Макфлай Это было, это было просто обалденно Что я могу сказать? Одним все, а другим ничего Ты разбил мне гриф Кажется, у меня появился новый кумир Иди-ка сюда Подожди, у меня есть идея получше Как ты меня там назвала? Лопух? Неужели девушка не имеет права на ошибку? Че надо, это, че-то приманить как-то ее, что ли? Че она такая карга-то вообще? Мужам-то че, не целуются, что ли? Хулиганство, какая безнравственность, офицер Паркер Я только что видела, как эти молодые дегенераты нарушали указ номер... Дженнифер Папа, 476-д Открытые рты? И языки! Ты слишком далеко зашла, Дженнифер? Из-за чего столько крика? Это всего лишь гормоны Замолчи! В нашем городе не произносят такие слова! С вами я еще разберусь, юная леди Нам предстоит долгая беседа О программе Гражданин Плюс Офицер, выпишите Макфлайу квитанцию за нарушение указа 476-д А я позабочусь о вашей бессмысленной дочери А это за то, что втянул мою дочь неприятностей с гражданкой Этной Теперь держись подальше от неприятностей Или на тебя обрушится гнев гражданина Брауна Макфлай Это пустой этот подъезд Ты на меня еще сердишься? Сержусь? Нет Перспектива попасть под раздачу Гражданин Плюс Стоила того, чтобы посмотреть, как отца чуть не хватило удара Хорошо, потому что я собираюсь... Черт, Мартин, да что с тобой такое? Выпивка, собаки, поцелуй у всех на виду Тебя сегодня не узнать Стал крутым парнем Я знаю, в это трудно поверить Но я совсем не изменился Наоборот, что-то случилось со всеми остальными И хватит называть меня Мартин Зови меня Марти Ну, Марти Что у нас дальше по плану? Ограбление банка? Может быть Что здесь нужно сделать, чтобы нарваться на неприятности? Я думаю, ты скоро узнаешь Гражданин Беги, Джен Не проблема Вы Мартин Шеймус Макфлай? Да У нас ордер на ваш арест Арест? Вы набрали более 15 тысяч пунктов штрафов за последние сутки Круто Правда, юный мистер Макфлай? Вы считаете, что определение «крутой» подходит для слабохарактерного нарушителя? Я не слабохарактерный У вас будут огромные неприятности Неприятности? Но ничего Мы о вас позаботимся Так же, как вы позаботились о Бифе с помощью программы «Гражданин Плюс»? Нам пригодятся новые добровольцы для участия в программе Давайте не будем спешить Сначала посмотрим, что скажет гражданин Браун по поводу вашего вызывающего антисоциального поведения Вы отведете меня к гражданину Брауну? Немедленно Офицеры, уведите его Да, мэн Самое время Ну, наконец-то Я всегда знал, что нельзя доверять этому парню Каким бы тихони он ни прикидывался Входите, гражданин Мартин Макфлай Восемнадцать лет Проживает в секторе «Л» Отец Джордж Мать Лоррейн Президент отряда юных Браунов Получает повышенную стипендию в колледже Стрикланд Обладатель почетной грамоты за примерное поведение Ни одного нарушения До сегодняшнего утра Возникает очевидный вопрос, мистер Макфлай Что с тобой случилось? А что с тобой случилось? Господи, док, что случилось с тобой? Док, интересно Ты называешь меня доктором, что ясно указывает на наличие у тебя психического расстройства Это вселяет надежду, Мартин На самом деле я не доктор, но в моем распоряжении есть средства, которые помогут вернуть тебя к нормальной жизни в обществе Я предлагаю начать с нескольких вопросов, чтобы определить твое состояние Забудь про вопросы, это тебе нужно измениться Объясни Этот безумный мир, который ты создал, он абсолютно ненормален Все эти дурацкие правила и люди, которые ведут себя более чем странно Отец превратился в отвратительного шпиона На мать стало жалко смотреть, а Дженнифер меня просто пугает Обив, он вообще стал похож на зомби И это ты во всем виноват Значит, ты считаешь, что эта встреча важнее для меня, чем для тебя? Да! И ты нарушил все правила только для того, чтобы лично встретиться со мной? Да! Похоже на крик о помощи Да! Нет, подожди Скажи мне, Мартин Твоя мама снова начала пить? Там, откуда я, все по-другому Когда я уезжал, мои родители были счастливы вместе Ну да, они не сами пришли к такой жизни Но как раз в этом и помогла твоя машина времени Машина времени? Да Док, послушай меня Ты этого не помнишь, но ты построил машину времени Из Делориана Зачем? Ну, наверное, просто так К тому же, стальной корпус Делориана играл какую-то там роль Замечательно Да, замечательно Это просто поразительно Это невероятно Но ты ничего не понимаешь Потому что никогда ее не изобретал Ты не настоящий Док Браун И все потому что? Все пошло не так, когда я вернулся в 1931 год Кажется, эта машина времени Очень непрактичное и опасное изобретение Ну, такие часы у него сзади Да, то есть, нет Я имела в виду, что она принесла много вреда Но сначала сделала много хорошего Например, мои папа и мама Только благодаря твоей машине времени Они добились успехов И обрели счастье Значит, они счастливы? Уже нет Потому что ты вызвал меня в прошлое И там твоя временная линия нарушилась И повлияла на жизнь других людей Понятно Ничего тебе не понятно Ну уже Неужели ты меня не помнишь? Мы познакомились, когда тебе было 18 Я Гарри Келлахан Невероятно Этот случай намного серьезнее, чем я предполагал Мальчик вообразил себе альтернативную реальность Ты считаешь, что я не в себе? Возможно, это звучит дико Но ты должен мне поверить Успокойся, Мартин Я ни в чем тебя не обвиняю Это наша вина, а не твоя Несомненно, в процессе твоей социальной адаптации Были допущены серьезные ошибки Послушай, ты не понимаешь Нет, пока не понимаю Но очень хочу понять Я хочу добраться до сути твоей проблемы Продолжай Не спеши Не спеши Оглядись Возможно, что-нибудь здесь подтолкнет твою вабра Твою память Я не пойму Этот парень празднует победу Или прикован цепями Стакан наполовину полон, Марти Наверное, ему что-то дать Дневник, наверное, ему надо дать Смотри, док Это твои записи о конденсаторе магнитного потока Твоем велича... Это не моя записная книжка Слишком небрежный почерк Я не пойму Этот парень празднует полон, Марти Кажется, все это я уже видел на мониторах моего отца Весь город под наблюдением На дивный новый мир, что нас ждет? Хорошо Взгляни на эту фотографию Эйнштейна Собака? Содержание опасных животных запрещено законом Да, да, я знаю Но однажды ты уже приютил эту собаку Много лет назад Помнишь первое испытание твоего реактивного автомобиля? Эйнштейн приземлился на крышу здания суда Я припоминаю что-то в этом роде, но Это не может быть одна и та же собака Здесь нет ничего удивительного Эйнштейн также путешествует во времени Благодаря твоему... Крайне детализированная навязчивая идея Продолжай Такая подсказка В офисе есть вещи, которые наверняка Убедят гражданина Брауна в том, что вы говорите правду Что-то связанное с прошлым неочевидное Но лежащее на столе гражданина Брауна Вот что стоит проверить Молодой Эммет и его отец Аквариум из прошлого Билет в кино И Кима Кенштейна в вашем деле Значит так, по порядку Молодой Эммет и его отец Аквариум из прошлого Билеты в кино Билет в кино Источником вдохновения для меня служила моя дорогая супруга Начиная с моего успешного выступления на выставке тридцать первого года И заканчивая программой Гражданин Плюс Успешного? Но доклад должен был закончиться провалом Ух ты Ничего себе Круто Этот звук Он немного убаюкивает Нет, стоп Что я тут делал? Так, аквариум Эй, это же твой аквариум Да, это мой аквариум Он смотрится гораздо лучше без бактерий Что? Эдна только что его почистила Да, но в тридцать первом году В нем было полно бактерий С помощью которых мы изготовили ракетное топливо Я... Причудливая вымышленная реальность Продолжай Чёрт, сколько у док и разных папок У меня нет на это времени Я могу только взглянуть на экран Эти часы мне что-то напоминают Так вот, как выглядел судья Браун Я никогда его не видел Неудивительно Он умер до твоего рождения Никто меня не поддерживал Так как он Конечно, за исключением моей жены Надо же Когда я в последний раз видел тебя молодого Вы с отцом долго спорили о твоем решении Стать изобретателем и не адвокатом Разве я не прав? Перестань сбивать меня с толку Всю свою жизнь я посвятил практическому использованию технологии Для создания более эффективного, организованного общества Можешь спросить кого угодно Это факт Тебе виднее, да? Эммит? Я... я... нет Видишь фотографию? Я храню её, потому что она напоминает о событии Предопределившем всю мою жизнь 25 августа 1931 года В тот день я в одиночку задержал малыша Танена в грозу Хиллвелли В одиночку? И не случайно в этот же день я познакомился с Адной Стрикланд Моей научной музой и любовью всей моей жизни Взгляни, ты увидишь перед собой молодого человека, осознавшего своё предназначение Я вижу кое-что другое Что ты видишь? Есть что-то необычное В любимой фотографии гражданина Брауна Вы можете выяснить, что именно Вы были там, когда сделали фотографию, помните? Скажите на интересной части фотографии Посмотрите, что скажет гражданин Браун Посмотрите, кто там на заднем плане Вы с доком действительно были там Скажите, это гражданин Брауна А это не... точно! Что? Это я, и ты Другой ты Это действительно я, и ты Но как? Гарри? Это невозможно Нет, это наука Твоя наука, док В этом... в другом мире, из которого ты прибыл Я... я... счастлив? Очень счастлив! У тебя два замечательных сына Сыновья? Да, и прекрасная жена Не одна? Совсем нет, это твое изобретение Черт, док, да ты можешь отправиться куда угодно Абсолютно в любое время Да ты счастливейший человек во вселенной А что с Хилвелли? Хилвелли? Конечно, у города есть твои недостатки Кое-где обветшалый, кое-где криминальный Обычный город Но люди здесь счастливы, в основном А если они и несчастливы, то не настолько, как в твоем Хилвелли Замолчи! В моем Хилвелли нет несчастных людей Подожди, ты ведь не веришь Мои граждане живут в мире и спокойствии Никаких жалоб, никаких забот Только потому, что они боятся Черт, открой глаза Вы с Эдной запугали весь город Для тебя она миссис Браун, сынок Да Будь добр обращаться ко мне в вашу честь Мы с женой трудились более 50 лет Каждую свободную минуту заботились о том, чтобы избавить Хилвелли от пороков и преступлений И ты смеешь утверждать, что наши граждане несчастны? Да Да, так и есть Я сам видел Они просто боятся об этом говорить Боятся? Боятся чего? Они боятся последствий, док Ты превратил город в полицейское государство Вздох Я могу это доказать Ладно, мальчик-путешественник Это твой выбор И пока ты будешь себя так вести Я буду относиться к твоему невероятному рассказу Как к вымыслу сумасшедшего Не сомневаюсь, что лучший выход просто не мешает развитию твоей болезни Значит, беседа окончена? Я могу и идти? Да, пожалуйста У меня много дел Я должен отправлять городом Хорошо Но я еще вернусь С доказательством Доку нужны доказательства, что Хилл-Вэлли далек от совершенства Он их получит Папа! Вытащи кассету, сынок По-моему, она берема... Стой, стой Не спеши Садись Кажется, я на минуту потерял сознание И упал Ты не упал Тебя кто-то ударил Ударили меня? Это невозможно Мы так гордимся тем, что физическое насилие в Хилл-Вэлли сведено практически до... Кто это сделал? Ты можешь мне сказать? Этого не может быть Здесь должны были остаться улики Папа! Это же не наша бита? Нет Нет! У Макфлайф никогда не было алюминиевых бит Любопытно Не трогай Это доказательство Доказательство чего? Ох, кому понадобилось бить по голове примерного гражданина из сектора Эл? Ты можешь что-нибудь вспомнить? Я сидел и переписывал Еще один разоблачительный эпизод на свою... Мои кассеты Мои кассеты! Что с ними случилось? Успокойся, папа Они на полу? Ты нашел их? Они в коробке с надписью «Необработанные записи» Вот она, необработанные записи Слава богу Минуточку Вот видишь, не нужно делать преждевременные выводы К чему все эти разговоры о ворах и нападениях, когда это всего лишь... Пусто Что? Кассета пропала Но я уверен, что они были здесь до... Перед тем, как кто-то стогнул тебя по голове и забрал ее Черт возьми, меня ограбили Ограбили в Хилл Вэлли Это им с рук не сойдет Оу... Не волнуйся, папа Мы узнаем, кто это сделал Кто? Кто мог так поступить со мной? Эдна Кто не заинтересован в том, чтобы док узнал правду о Хилл Вэлли? Эдна Ты хочешь сказать, что меня ограбила пожилая жена мэра? Эм... Не совсем Нет О, это все бесполезно Кассета пропала Остается только надеяться, что у меня не будет из-за нее неприятностей Давай, папа, мы не должны сдаваться Я хочу сказать, что, возможно, здесь еще остались улики Какой в них толк? Даже если мы узнаем, кто забрал кассету, то не сможем ее вернуть Не привлекая к себе внимания Ну, можем же мы хоть что-нибудь сделать, чтобы вернуть кассету? Вообще-то, мы можем записать новый материал Правда? Конечно, на это уйдет какое-то время Но если ты поможешь своему старику, то нам потребуется, скажем, не более шести месяцев Шесть месяцев? Но кассета нужна мне сейчас Тебе нужна кассета? Эм... Я имел в виду... Дело в том, что... Время для тебя очень дорого Мне бы не хотелось, чтобы тебе пришлось все переделывать Ты сказал, что тебе нужна кассета Что если преступник вернется? Ты можешь не пережить еще один удар по голове Ты сказал, что тебе нужна кассета Это дело принципа Если вор не понесет заслуженное наказание, это вдохновит на подвиги других воров Ты сказал, что тебе нужна кассета А ты что такое докончиваешь? Дадим должное гражданину Брауну Я обещал принести ему доказательства того, что люди в Хилл-Вэлле не настолько счастливы, как ему кажется Я был у него, перед тем, как прийти сюда Ты встречался с гражданином Брауном? Это было не так-то просто, поверь мне Пришлось нарушить все законы Ты нарушал закон? Выгулил бродячих собак Прилюдно целовался с девушками Попался смо... Это самые невероятные истории, которые я когда-либо слышал Это правда Ты забываешь, я твой отец Я все про тебя знаю Видишь ли, я изменился Докажи Осталась всего одна вещь, которую вам нужно убедить Джорджа В том, что вы нарушитель закона Джордж не верит, но у вас есть штрафы Покажите Джорджу штрафные квитанции Давай, чё, покажем Прочти и прослезись Штрафы, но... Это был единственный способ Я не понимаю Папа, выслушай меня Я серьезно Мы оба знаем, что здесь все идет не так Возможно, у гражданина Брауна были самые лучшие намерения Но в его Хилвелле все глубоко несчастны Ты ему это сказал? В принципе, да Вот и конец нашим привилегиям Нет, подожди Он меня выслушает, папа И все исправит для тебя и мамы И для всех нас Я не могу объяснить как Ты просто должен мне поверить Хорошо Но сперва я должен показать ему кассету И доказать свою правоту О, нет, 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 нет Папа Этот твой план Возможно, ты знаешь, что делаешь Трудно сказать Но не впутывай меня в это дело Папа Я не люблю неприятности Я их не переношу Это просто не мое Сделай это ради своего отца Моего отца? Да Артура Макфлая Я знаю, как его зовут Разве не он в свое время помог покончить с малышом Танненом? Да Да, он Откуда ты об этом знаешь? Это было задолго до того, как гражданин Браун очистил город Еще до моего рождения Все боялись малыша Таннена и его подручных Но отец дал ему отпор У него были доказательства вины малыша И он, рискуя своей жизнью, передал их властям Не бойся совершать правильные поступки Так он всегда говорил Что ты делаешь? Пытаешь вспомнить, куда поступает сигнал Сигнал от чего? От камеры слежения То есть, что во дворе Постой, постой У тебя есть камера слежения Которая следит за тобой? Конечно, страховка никогда не помешает Теперь помоги мне найти нужный монитор Монитор сломан Это оно? Тебе нужно найти камеру, которая показывает... Блин, ну... Не знает О, подожди! Нет, это ерун... Вот то, что надо Вот, это мы Значит, запись камеры должна быть в... Это магнитопоне! Вот запись перед нападением Посмотрим Я помню, что в 17.30 чистил воспроизводящие головки А нападение произошло практически сразу после Это биф Но это не может быть он Программа «Гражданин Плюс» превратила его в смирного... Ягненка А? Я не понимаю Он не должен так себя вести Даже прежний биф ни за что не стал бы... Эй, а что это мигает у него на запястье? Давай посмотрим Я знал, что эта штука для увеличения изображения когда-нибудь пригодится Я выложил за нее кучу денег Это его новые часы Что происходит? Останови картинку Ты можешь еще увеличить? Х-11, я не в курсе, что это значит? Пока нет Лорей! Не ругайся на меня, Джордж Я должна сказать тебе кое-что очень важное А потом быстро уйти Я тоже должен сказать тебе кое-что важное На меня напали и огрубили Только о себе А просто подождать и выслушать, что я скажу Ты не можешь, нет Нужно не дать мне и рта раскрыть Правильно Вам есть о чем поговорить А мне пора заняться делами Я считаю, что я не в себе Я держу себя в руках как никогда, Джордж С твоим кредитом Я сегодня даже не люблю это ни капли цветного Биф Ого, успокойся, парень Ты напал на моего отца У вас какие-то проблемы, граждане? Нет, нет, офицер Всего лишь небольшое недоразумение Я уверен, мы и сами разберемся Да, Мартин? Хорошо Позовите меня, если вам понадобится Посмотрим, сумеем ли мы докопаться до правды Да, посмотрим Зачем ты ударил моего отца, Биф? Он не сделал тебе ничего плохого в этой реальности В этой реальности, о чем ты говоришь? Не прикидывайся дурачком Я видел тебя на мониторе Я, я не могу никого ударить Благодаря программе гражданин плюс Меня тошнит от одной мысли поступить плохо Видишь? Что ты сделал с секретной кассетой моего отца? Секретной кассетой? Ну да, стой, на которой люди говорят о том Как их достали все эти правила и законы Ты запутал меня, Мартин Похоже, это очень опасная кассета Наверное, ее нужно выбросить в бак для уничтожения Значит, ты совсем ничего не знаешь о секретной кассете? Конечно нет Я ни за что не стал бы связываться с такими вещами Если ты не бил моего отца Где же ты пропадал последние два часа? Я был Я был Но? Странно Я не помню Что ты помнишь перед тем, как у тебя случился провал в памяти? Ну, я как обычно раздавал рекламные листовки гражданин плюс И только закончил кормить объедками симпатичную маленькую белочку Как появилась гражданка Эдна Эдна? Да Она хотела провести диагностику моих часов Кажется, я заснул Потому что, когда она закончила, оказалось, что уже прошел целый час А потом пришла твоя мама Значит, последнее, что ты запомнил перед тем, как избили моего отца Это что Эдна ковыряла... Ага В этом же нет ничего плохого, да? Биф, твои часы Х-11, тебе что-нибудь говорить? Х-11? Это какая-то новая группа? Я не очень-то разбираюсь во всей этой новой хип-хоп теме Это не группа, Биф Это режимы твоих новых часах Странно Я никогда его не видел Черт, и я с трудом могу заставить эту штуку перестать мигать Поговорите с бифом И найдите секретную Так, нажмите все кнопки Посмотрите, что они делают Вспомните распечатку на вашем Инвентаре Уже нажмали на кнопку режима Похоже, есть какая-то связь между числами И буквами Икс это, так Икс это 23 Буква алфавита Просто введите ее Установите нужное Нужное минутное значение Затем нажмите кнопку режим Все, 23 Икс 23, что ли, установители Круто Круто Эй, я и не знал, что ты так Так, что-то я тут не совсем понимаю Что, все надо сделать-то Икс это 23 Третья буква алфавита Просто введите ее Установите нужное минутное значение Затем нажмите кнопку режим Пусть 0 будет Мартин, у меня уже начинает запястье Поба Ну то есть Икс еще Одна минута, допустим Ууу, как ты это сделал Сколько надо тебе поставить-то Ты не включишь за одну будильню Биф Что ж, довольно странно 11, 11, что ли Что с тобой? Странно Это ты напал на моего отца? Хоть что-то наконец прояснилось Зачем ты напал на моего отца? Наверное, тебя загипнотизировали Кто мог это сделать? Я не знаю Думаю, это подождет, пока я не верну кассету Где кассета моего отца? Бак для уничтожения? Ты можешь дотронуться до своих ботинок? Нет Держись, Биф Внимание, граждане Напоминаем, что щелкать пальцами в общественных местах запрещено А можно мне в нем немного покопаться? Мой друг случайно уронил туда кое-что После того, как предмет попадает в баг до уничтожения Его уже нельзя восстановить Вам удалось загипнотизировать Биф А теперь он будет выполнять ваши приказы Может быть, прямой подход является лучшим подходом? Не давайте слишком умных приказов Бифу Просто... Он... Биф простой человек Прикажите Бифу достать кассету Джорджа Но сначала заставьте его танцевать танец цыпленка А, так я сюда подошел Зачем танец цыпленка только? Послушай, Биф Изобразится пленка Да, он точно под гипнозом Какая ружая Ты не сделаешь мне одолжение? Принеси кассету моего отца Эй, мистер Тэннен Как дела? Вам мешает этот мальчишка Маклай? Эй, вам туда нельзя! Эй! Ух ты! Ничего себе! Что с ним случилось? Я не знаю До этого никто не прыгал в баг для уничтожения отходов И куда он ведет? Эта информация не соответствует уровню моей зарплаты А, черт, похоже, у меня... Разряду Ничего не трогай, Маклай! Я должен немедленно сообщить об этом гражданину... Внимание, граждане! У меня плохие предчувствия Что ж, ничего не поделаешь Черт, мэм, разве я что-то сделал не так? Разве я что-то сделал? Мистер Тэннен, мне стоило массу усилий сделать из вас первого гражданина плюс Зачем, скажите на милость Вам понадобилось нападать на офицера полиции А затем прыгать в баг для уничтожения? Я все это сделал? Господи! А я еще твоего отца считала тупым! Нет, серьезно, я ничего такого не помню Помню только, как показывал свои часы юному Макфлайу А затем... Бах! И я уже стою тут, а вы на меня кричите Макфлай? Макфлай? Стрикленд О, привет, Мартин! Верни мне кассету, Эдна Мистер Тэннен Пожалуйста, задержите нашего гостя Биф, стой! Стой! Журнал, девочки Бегите от бифа Эй, сглии туда! Это же бифа! Бифа? Танен, соберись! Лау Биф, это не от твоей ли машины номер? Шейла? Кто происходит? Биф Говард Танен Подчиняйся своей программе! Видите, мистер Макфлай? Благодаря улучшениям, внесенным мною в программу гражданин плюс Я в состоянии справиться с любой бешеной собакой Сопротивление бесполезно, мистер Макфлай! Давай, Биф, очнись! Эдна, что ты делаешь? То же, что и всегда Оберегаю Хилл Вейли от хулиганов, таких как ты и твой отец! Смотри, сладости! Нет? Биф, твоя любимая передача! Проклятие, что же здесь реально может привлечь внимание Биф? Я знала, что от тебя будут одни неприятности Вся ваша семья просто сборище хулиг Ну давай, Биф, приди же в себя! Так, взгляните на все эти замечательные вещи Здесь достаточно добра Так Вы должны сбить программу Бифа Найдите вещи, на которых нормальный Биф не смог бы удержаться Биф простой мужчина, он любит сиськи Выпивку, машины и сигареты Найдите эти вещи Так А, тут еще крутить камерой можно Биф, смотри, журналы с девками Фишки? Где я? Танен, я не намерена отсиживаться за спиной своего рохли мужа Пока вы тут пускаетесь во все тяжкие О, дорогой мистер Уилсон, вы очень плохо себя вели Обломки пинбола Биф, смотри, твои любимые сигары Кубинские? Танен, слушай меня Девки Выпивка Какого х... Мама? Танен? Поднимайся, никчемный бездельник Хватит, Эдна, дай бедному дурачку немного отдохнуть Отдохнуть? Ты говоришь, как мой слабохарактерный муж Который все время пытается отыскать в людях что-то хорошее И не желает признавать, что некоторые люди испорчены с рождения Возможно, но это не дает вам права превращать их в зомби А теперь отдайте кассету моего отца, чтобы я мог... Ты имеешь в виду ту кассету, которую я стерла, пока ты сражался с моим зомби? Что? Что? Нет Утопия Это хрупкая вещь, мистер Макфлай Особенно, когда ей управляет такой... Рассеянный человек, как мой муж Нет Нет! Эдна! Док? Эммед, что ты здесь делаешь? Я спустился сюда, чтобы разобраться в проблеме, возникшей с мистером Таненом Док, ты должен ее остановить Хорошо Я был успокоен тем, что в моей программе Гражданин Плюс возможен недочет И каково же было мое удивление, когда я узнал, что моя жена извратила труд всей моей жизни Так вот, где собака зарыта, Эдна Все эти годы, вся наша борьба с болезнями общества Это лишь для того, чтобы создать мир, в котором свобода воли отключалась бы нажатием кнопки Да ладно тебе, Эммед Ты же хотела этого не меньше, чем я Помнишь? Если бы мы просто могли попросить людей не ходить по траве И они бы послушались и прекратили вытаптывать газоны Вот что делает программа Гражданин Плюс Она не позволяет нарушать правила Я всего лишь внесла в нее незначительное извинение Довольно! Мы не станем здесь это обсуждать! Но... Иди домой и жди меня Хорошо Док Отец! Что я натворил? Док Не вини себя Да, в этом Хилл Вэли кое-что устроено на берекосяк Но ты же правда хотел помочь людям Или я просто подошел к вопросу преобразования человеческой природы Как к обычной химической реакции Мне жаль, что так вышло с Эдной В тридцать первом году она не казалась такой плохой Она такой и не была Когда мы с ней познакомились Она была энергичной, принципиальной и участливой Когда же я потерял ее? Я уверен, что он тебя за это не винит, док Он был так счастлив, когда я забыл про детские мечты И сделал выбор в пользу практических стремлений Эдны Теперь-то ты гордишься мной, отец? Ах, довольно каяться Прошлого не вернуть, пора двигаться дальше Возможно А возможно и нет Что? Твоя записная книжка Из другой временной линии Довольно эти глупостей Послушай, с ее помощью ты сможешь починить машину времени И все исправить Ничего этого не произойдет Все вернется на свои места Я, ты, Эдна, Дженнифер Мои родители Док, однажды ты сказал мне Если действительно что-то задумал Ты этого добьешься Пожалуйста, добейся этого Здесь полно пустых страниц Тебе понадобится только вот это Святые угодники Мартин Это может сработать На это потребуется время Но потом в нашем распоряжении будет все время в мире Ха-ха Док Мартин, мы должны немедленно приступить к работе За дело Можно взять с собой Эйнштейна? Пса? Ну, разумеется Ты же знаешь, как я любил собак, пока не познакомился с Эдной И не говори Я приведу в порядок лабораторию Эдна придет в ярость Но кого это волнует? Мы должны починить машину времени Не волнуйся, Биф Как только я вернусь в тридцать первый год Ты мгновенно вернешься в страну дуракон Не волнуйся, песик Скоро я тебя вытащу Что там, Энни? Макфлай! Эй, Биф Ты в порядке? Да, я в порядке И знаешь, я уже очень давно не чувствовал себя настолько в порядке Значит, ты помнишь? Эта ведьма заставляла меня делать разные штуки? О да, ей это аухнется Никто не смеет указывать Бифу Танныну Никто! Эй, это же я привел тебя в чувства Да? А я помню, как какой-то пацан решил, что будет забавно заставить меня прыгнуть в этот баг Лежать, Биф Стоять! Так, у Кулейнштейна нет снарядов Вам нужно действовать быстро Стоять Стоять здесь просто так Откройте клетку Энштейна А, заперта на задвижку Хорошенько вздохните и откройте ее Отлично! Макфлай! А, черт Ну, Макфлай, ты мне за все ответишь Ответишь? За все ответишь, придурок Надеюсь, снарядов не хватит И что, это должно меня как-то напугать? Энни, фас! А, вот теперь нажать надо на кнопку Делайте ваши ставки Ну, все, победили Дог, прости, что так долго Биф пришел в себя и напал на меня Я вырубил его с помощью старой ру... Мартин Макфлай! Эдна? Впечатляет! Как можно было всего за несколько часов практически уничтожить плоды многолетних усилий? Где Дог? О, Дог! Мой муж в надежном месте! В надежном месте? Что вы с ним сделали? Ну, успокойся, Мартин! У нас все под контролем Такое вот окончание истории получается Ну, в общем, вот, ребят, спасибо за просмотр Сейчас будет вкратце о следующем эпизоде А я оставляю вас Подписывайтесь на канал, если еще этого не сделали До следующего видео До следующей серии Всем пока! Вот как это было Я, Марти Макфлай, из Альтернативной Реальности Потому что ты слаб, Эммет Что я могу сказать? Она моя муза? Что-то мне не нравится, к чему это идет Мне немного неловко, что он ко мне так привязан Поверь мне, Дженнифер Этот город свихнулся И только мы с гражданином Брауном способны его вылечить У нас нет будущего Назад будущее Разные взгляды Так будет называться следующий эпизод Я тебя бум-бум-бум Ты меня бум-бум-бум Мы вместе бум-бум-бум С тобою бум-бум-бум Такила бум-бум-бум Бам-бам-бам